Высказывайте свое мнение. Итак, уважаемые дамы и господа, как вы слышали, а кто там и где, ну что я могу сказать. У нас сегодня для вас есть еще один сюрприз. В первом часе у нас для вас был, или у нас с нами, был Юрий Табак. Ну а сейчас с нами Слава Каганович. Добрый день. И известный вам человек, чикагский наш, ну я его называю Белым Аистом, потому что он прилетел из самой Белоруссии, но он не один, он с гостем. А вот гостя Слава представит сам, прошу. Да, я, друзья, сегодня у нас опять будет белорусский час, потому что все мы, не только минчане, очень переживаем за то, что происходит у нас на нашей дороге, далекой и такой близкой родине. И сегодня я хочу представить вам человека, который находится прямо в гуще событий и который нам, я надеюсь, расскажет о том, что сейчас происходит. Зовут его Виталий Новиков. Мы познакомились во время наших гастролей в городе Минске в сентябре прошлого года, когда театр СХТ, в котором служит Виталий, пригласил нас на свое 15-летие. Вот, и мы познакомились с удовольствием, отметили, что у нас, оказывается, есть еще очень много общих знакомых, и моя ближайшая подруга, и Виталия ближайшая подруга. Так оказалось случайно. Ну, об этом, может быть, потом, когда-нибудь. А сейчас, Виталий, поздоровайся из Чикаго. Добрый день, Чикаго, прекрасный город. Замечательный город, чудный город. Знаю что, давай мы построим так. Вот много вопросов очень задают, и мы, честно говоря, не знаем, правда ли это или мифы. Давай попробуем развенчать какие-то слухи и мифы. Миф номер один, что после всплеска такой гражданской активности и после того, как прекратились задержания 2-3 дня назад, все пошло на спад, и, в общем, все успокаивается, что дает действующей власти возможность не только на передышку, а просто восстановление своего статус-кво. Так ли это? Смотри, Слав, смотрите, дорогие друзья, да, после того, как всплеск был, сначала беспримерный всплеск жестокости со стороны силовиков, потом ответная волна, ответная реакция гражданского населения страны, большинства подавляющего, сейчас есть определенное затишье. Психологи говорят, что это нормальное явление, что все идет по такой, как бы, синусоиде. Да, мы поднимаемся вверх, мы потом в апогей, потом уходим в перегей и продолжаем так двигаться. Так устроена человеческая психика. Но, кроме этого, да, есть опасность, что у режима появилось время собрать силы, перегруппироваться и выработать концепцию. Алло. Да, да, мы тебя слышали. Слав, слышали? Да, мы слышали. Да, да, на эти выходные, на это воскресенье, опять на два часа оппозиция собирает марш, который должен, как и в прошлое воскресенье, пройти по городу. Наверное, будет опять так же много народу, об этом сейчас сказать нельзя. Но и не утихает же, движение не утихает ни на минуту. Активисты дежурят у белорусского телевидения государственного, у каналов ОНТ и СТВ. Они дежурят на проходных крупных заводах, на Белазе и на тракторном заводе. Правда, уже сегодня их стал разгонять ОМОН. Но с сегодняшнего дня стояли активисты и поддерживали рабочих, которые вышли на забастовку. Я не очень хорошо знаю, что делается в Солигорске, я имею в виду, стоят и там активисты у Белорусской Алии. Но знаю, что шахтеры тоже пока бастуют. Скажи, пожалуйста, а заводы бастуют, это значит просто завод прекратил работу? Или это действующая смена, которая вот сейчас, она работает, а та смена, которой нет, они пошли, значит... То есть заводы не остановились, не остановили работу? Нет. Несколько дней они стояли, а сейчас они бастуют, я так понимаю, почасово. То есть они вот несколько часов не работают. Уже у нас есть копии всяких писем, которые выкладывают в сеть. Письмо, которое руководство Белаза распространило по всему холдингу, что рабочие будут нести ответственность за участие в несанкционированных забастовках и так далее, и так далее. Ну, такие будут письма угрожающего содержания. То есть началась просто кампания устрашения такая? Кампания устрашения началась. Я сейчас... Вчера или сегодня. Вы знаете, да, что объединенный штаб, так называемый, который образовался при слиянии трех кандидатов. Светланы Тихановской, Марины Колесниковой, это главы штаба Бабарико и Цепкало, супруги Цепкало. Да, это объединенный штаб собрал некий координационный совет. Координационный совет, да, координационный совет. И в этот совет вошли, ну, скажем, многие известные в стране люди. Вошла Алексеевич, Нобелевский лауреат. Вошел Павел Данейко, политический оппозиционер и борец, там, скажем, с более чем 20-летним стажем. Вошло много деятелей искусства и культуры. Вошел Павел Павлович Латушка, бывший министр культуры, бывший посол Беларуси во Франции и уже бывший на сегодняшний день директор театра Янки Купанова. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот мне, например, задают много вопросов о том, что вот такая неслыханная жестокость, которая происходила, и люди стоят сейчас вокруг Новолодарского, там, и в Окрестино, там, вокруг этих тюрем. Нет, не стоят. На Окрестино ездил все прошлые выходные, возил еду, возил напитки, воду, ну, и безалкогольные, конечно, напитки. Вот, соки, там, воду, хваст. Ну, это кому возил? Это ты возил тем, кто стоял вокруг. Волонтерам, волонтерам, да, волонтерам. А там был развернут лагерь. Волонтеры встречали тех, кого отпускали, тех, кто мог ходить своими ногами, кого не забирала тут же скорая. И они их тут же кормили, тут же их давали им средства связи, связаться с родными, одевали, если надо, если они иногородние расселяли по квартирам и обеспечивали доставку домой. А достаточно ли это? Послушай, ведь там, ведь каждый час человека, который провел там за кратами, вот в этой тюрьме, это, это, там же все продолжается. То есть, я просто вот спрашиваю тебя, так это как мирное вот такое противостояние против того, что там каждый день, если не убивают, а в конце концов и убивают людей, то это же, ну, створится беспредел полнейший. То есть, каждый час промедления, пока люди там находятся, вот эти мирные демонстрации, которые стоят вокруг, они даже ведь не блокируют, не скажем мне, не блокируют въезд и выезд. Хотя бы это можно было сделать, как-то, чтобы смены не менялись. Со вчерашнего дня их стали уже разгонять, убирать эти лагеря, потребовали силовики. Смотри, Слав, какая тут возникает сложная дилемма, какая она непростая. Когда собралось в прошлые выходные, практически полмиллиона человек в городе, это очень много. То есть, ну, невероятно. Вы, наверное, видели фотографии. Да, мы видели, да. Они ходили и в КГБ, они ходили на Владарского, они ходили на Окрестина. Но удивительное свойство именно белорусских протестов в том, что они действительно мирные. Ну, то есть, что было делать людям? Взять Окрестина приступом? Ну, спасти людей. Взять Владарского приступом? Ну, спасти людей. Это невозможно. Это невозможно, потому что это развяжут руки, развяжут руки властям для применения уже, ну, еще более мощного противодействия. Поменяют резиновые пули на боевые. Это очень сложно. Но получается так, что кроме мирных протестов у народа вообще нет никаких средств. Вот мы, получается так, что мы должны показать всему миру, что наши протесты мирные. Что наши протесты не являются силовым воздействием, там, физическим воздействием на, противоположно, на наших оппонентов. И эти мирные протесты должны вынудить, ну, в итоге вынудить режим, отпустить людей и так далее. Там же, кстати, вот в этих лагерях, которые были у Окрестина и Ужодина, там работают и адвокаты, адвокатская группа, которые тут же там оказали бесплатную помощь всем пострадавшим. Ну, и скорую помощь пропускали туда. Но ГАИ, который дежурил на въезде, вот когда я два раза туда приезжал, там дежурило только ГАИ. И довольно, они были все миролюбиво настроены, никаких не делали нам неприятностей, не создавали проблем. Окей, еще один миф. Миф о том, что вылетал борт из аэропорта Минск в Москву и, не долетев, вернулся назад. И то, что из Москвы, все-таки из России прилетели какие-то самолеты с живой силой, с какими-то зелеными человечками. Нет, друзья, никаких зеленых человечков здесь нет. Я сейчас расскажу, что происходит. Значит, во-первых, про тот самолет, который летел из Минска в Москву, потом не летел и развернулся, ничего не знаю и не буду вводить в заблуждение. Сейчас на государственных телеканалах поувольнялись десятки людей. Это ведущие, это технари, которые обеспечат ведение эфира. И много-много людей, сценаристы и так далее, режиссеры. Под давлением, что ли, совести. Они написали заявление и вышли. Мы когда дежурили на телеканале БТ, туда приезжала Качанова, это глава Совета Республики. Приезжал Вакульчик, это глава КГБ. Они, ну, там прям давили на персонал. И, тем не менее, оттуда каждые минут 15-20 выходили люди все в слезах и показывали заявление, что они уволены. И из Москвы прилетел именно такой десант, информационный десант. Приехали технари, приехали журналисты, приехали специалисты по телевизионному вещанию, который сейчас не остановился. Потому что было время, когда все каналы были, показали просто полоски и сетки. Это же информационная такая поддержка режима, получается, из Москвы. Да, да, да. Это поддержка информационной службы режима. Скажи, а какой-то, есть возможность какая-то организовать какое-то альтернативное радио, альтернативное телевидение? Нет, нет, Слава, в этой стране нет. Скажи, пожалуйста, переходя к тем соотношениям, какая-то работа проводится вот этим организационным комитетом, например, я понимаю, что с ОМОНом сделать вряд ли, мы о нем еще хотелось бы тоже поговорить об ОМОНе. Это еще один миф, который следовало развеять. Кто-нибудь разговаривает с ними, вообще-то, ведь там же все-таки среди такого количества, наверное, все-таки есть адекватные люди. Еще один вопрос. Армия. Вот смотрите, вот смотрите. Что происходит с армией? Кто-то разговаривает, ведь это может быть альтернативная какая-то сила, потому что это действительно сила с оружием. Армия это единственная сила в стране. Но, смотрите, давайте по порядку. Разговаривать с ОМОНом удается только посредством социальных сетей. Близко к ОМОНу подойти нельзя. Они находятся в своих казармах на военном положении. Но по социальным сетям на них пытается воздействовать общественность, призывая их к милосердию, призывая их к человечности. И есть случаи, когда то несколько, ну какое-то количество, я не знаю точных цифр, людей, которые не смогли, они увольнились из ОМОН. Выбросили погону, написали за ОМОН. С такой жестокостью, с такой нечеловеческой ненавистью относятся к своему народу. Откуда они берутся, эти ублюдки? Слав, это нельзя объяснить. Знаешь, честно говоря, поскольку мы с тобой оба евреи, то я, когда читаю и читал и вникал в ситуацию зверств немецко-фашистских захватчиков на территории бывшего Советского Союза, мне почему-то всегда казалось, что это какое-то свойство именно немецкого характера, немецкого национального сознания, что ли. Что вот такое без слепое послушание и подчинение. Но то, что мы увидели сейчас, что это вчера еще практически нормальные люди сегодня превратились в каких-то зверей, очень сильно поколебало вот эту мою мысль. Потому что, ну, Слав, я надеюсь, что мы не будем сейчас вот в эфире причислять те вещи, которые они творили. Нет, мы все знаем, мы в курсе. Да, да, да. Просто, ну, я думаю, что это неэтично. Но это то, что не укладывается в сознании. Пытки, насилие, убийство, продолжающиеся сутками. Да. А у нас есть звонок. И я, кстати говоря, давай мы сейчас сделаем, я объявлю телефон в эфире. И я думаю, что у людей нашего, наших слушателей будут к тебе вопросы. 847-400-5200. Я прошу вас только, пожалуйста, называйте себя. Добрый день. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я вас, Слава, хочу поблагодарить, что вы не все это, не все принимаете на веру. И вот про то, что погоны там все сносят. Но я не об этом хотела, не о похвальбе, там, комплиментах. О том, что давайте проанализируем общую картину, что происходит за последние пару дней. Я кратко. Во-первых, Путину звонили Меркель и Макрон. Путин не кому-то звонил. И он сказал, не они, что внешнее вмешательство к суверенной делам. А я бы еще не удержалась и в концепт добавила. Я понятно объясняю. Это Путин сказал. Да, но мы поняли вашу позицию. Сейчас вы нам будете рассказывать, какой Путин белый и пушистый. Вот я с вами не согласен. Поэтому извините, пожалуйста, у нас радио для пророссийской пропаганды, ну, никак не открыто. Так что извините, пожалуйста. Мы уважаем ваше мнение, но не разделяем его. И поскольку кнопка у нас в руках, я не позволю вам заниматься пророссийской пропагандой здесь. Вам надо немножко четче смотреть на то, что происходит, и, может быть, больше разговаривать с людьми, которые находятся там. Извини, Виталий. 847-400-5200, пожалуйста, по вопросам ситуации в Беларуси. Виталий, скажи, а вот за все это время какая-то, я понимаю, заводы продолжали работать, а какая-то культурная жизнь, она тоже как-то продолжалась, да? То есть народ по-прежнему... Ну что ты, дорогой, ты что, не знаешь ситуацию вокруг театра Янки Купа? Да, ну, там все уволились, да, я знаю. Я видел кукольный театр весь, я видел филармонию, оперный театр, который стоял там, хор с оркестром. Во-первых, в связи с ситуацией коронавируса, все зрелищные учреждения, они же стоят, практически не работают. Государственные учреждения, они находятся на все-таки государственной дотации. Частные театры, такие как наши СХТ, они просто стоят без всякой... Ну, нет работы, нет и денег. Актеры несчастные устраиваются или таксовать, или разгружать вагоны, условно. Но любые выполняют, берутся за любую работу, чтобы прокормить семьи. Но когда началась вот эта вот, после 9 августа, вот эта беспрецедентная акция насилия в нашей стране, то все вышли, хор на филармонии пел белорусский гимн Андреевне погоню. То же самое, театр оперы и балета. Латушка Павел Павлович, который был директором на то время Янки Купала театра, выступил с неприятием, так сказать, ну, происходящего. На следующий день он был уволен. В этот же день практически вся труппа процентов 85-90 написала тоже заявление об уходе. Их не уволили пока. Им запретили входить в театр. В театр приехали какие-то странные люди, которых туда запустили под предлогом санитарной обработки. И на следующий день на канале СТВ вышел омерзительный сюжет, который назывался так, типа, посмотрите, во что эти свиньи превратили театр, отремонтированный на государственные деньги. И там были показаны пустые бутылки из подводки, поломанная мебель. Но они же там гульнули, эти ребята, так я понимаю. Да, 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 да. Что вот как я, мы, так сказать, им отремонтировали театр, и вот что мы получили, так сказать, взамен и вот по итогу. Это вот, это вот, этим занимается вот эта команда, которая прилетела срочно. Я не знаю, это ли это команда или это идея. Команда, я уверен, Слава, они сидят на выпускающих, ну, в студиях, выпускающих вещание, и просто поддерживают оборудование, ну, поддерживают, так сказать, вещание каналов. Потому что, когда уволились технари, почти на всех каналах появились сетки, ну, они перестали выходить в эфир. Понятно. Скажи, пожалуйста, ну, вот, ситуация с теми, кого отпускают после пыток и так далее, все-таки люди отсидели, кто трое, кто 15 суток. Это было ведь тоже сделано, типа, тройками, да, так, вот поймали, значит, ага, ты сидишь три, трое суток, ты сидишь 15 суток. А вот та цифра, которая, которая смелькает все время и в интернете, что 81 человек, их вообще никто найти не может, о них вообще никакой информации нет. Слава, смотри, пропавшие люди, конечно, есть. Цифры пропавших людей мы не можем знать. И, к сожалению, боюсь, никогда не узнаем. Я объясню тебе, почему. Людей хватали на улицах десятками, там, их паковали, штабелями укладывали в автозаки, и штабелями складывали во дворах огороженных ровнов, районных отделений внутренних дел. Как еще раз повторим? Штабелями складывали друг на друга, а? Штабелями складывали. Да, Слав, к сожалению, так. И потом их отвозили в те или иные, на Крестино, в изолятор в Жодино, в изоляторы по другим. Люди могли оказаться и в Гомеле, и в Витебске, и в Могилеве. Но самое безумное в том, что их никто не учитывал, Слава. Ну, а родственники ведь подавали какие-то, люди ведь разыскивали? Родственникам объяснят. Потом мы будем только следить за тем, сколько человек пропало без вести. Вот это все, что у нас останется. Потому что их никто не учитывал, никто не описывал. Кому повезло, те были либо отпущены, либо прошли через эти, вот те нынешние модели троек, без адвокатов, это самое, и без всякого правосудия, получили административное наказание, там на 10-15 суток кто-то оттуда уже не мог ходить, выходил не своими ногами, а забирали скорые. Врачи увольнялись, врачи, ну, Слав, это ужасно. Врачи из лечкомиссии, которая обслуживает только государственных людей, уволился врач-хирург, который сказал, что я не могу работать после того, что я увидел. Ну, мы возили не только еду, мы возили в больницы пеленки, потому что одноразовые люди не могут ходить, и возили детское питание, потому что у них выбиты все зубы, и они не могут есть твердую пищу. Давай мы примем звонок, Виталий, продолжим. Давай. Сорвался звонок? Да, сорвался. Да. Я-то знаю, что, мне сейчас вот такая мысль пришла, вот хочется ответить этой женщине, которая позвонила. Вот вы хотите иметь такое же в России, то подождите еще, этот был 26 лет, а там сколько, 18, 16, 20 уже сидит этот Кощей Бессмертный. Вот вам немного осталось на то, чтобы ваших там начали складывать штабелями, вот таким вот, таким способом. у нас рекламный блок. Виталий, подожди, пожалуйста, извини. Сколько времени? Сколько времени реклама? Четыре минуты. Четыре минуты, отлично. Приятно слышать рекламу Америки. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу к Славе Кагановичу, к его гостю, Виталию Новикову. Еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайте. Пропаганду здесь действительно не... Сегодня мы ее не принимаем. Поэтому вопросы есть, с удовольствием ответим. Мнение есть по поводу Белоруссии? Пожалуйста, пропаганда не принимается сегодня. Итак. Да, Виталий, вот мы знаем, и вы, наверное, знаете, может быть, я ошибаюсь, еще один или миф, или это правда, скажи, что экономика Белоруссии на 98% зациклена с российской экономикой. Я понимаю, что ты не экономист, но теми... Практически наполовину. То есть, если сейчас Кощей бессмертно решит все-таки как-то помочь своему картофельному брату, он может решить это даже без, так сказать, ввоза всяких там самолетов и так далее, а просто экономическими рычагами это сделать? Конечно. Смотри, Слав, Белоруссия не может поссориться с Россией, хлопнуть дверью и уйти ни при каком правительстве, ни при режиме Лукашенко, ни при любом другом. Экономика Белоруссии завязана... Все те товары, которые мы с успехом тут производим, в основном реализуются только в Россию. И если Россия завтра наложит эмбарго на ввоз белорусских товаров, эту страну можно будет забыть на ключ. Странно, что люди верят во всю эту игру, что мы торгуемся там за нефть, мы торгуемся за газ. Сейчас 26 лет нам объясняют, что от того, насколько мы выторгуем 10 долларов вперед или назад на цене на нефть, от этого зависит экономика страны. Я таких случаев говорю, сегодня нефть не стоит ничего. Это как-то повлияло на вашу жизнь? Кроме того, Белоруссия, Белоруссия ведь сама добывается нефть или себя в каких-то количествах? Это очень ограниченное количество. Виталий, у нас есть звонки, давай примем. Не дождался нас. Добрый день, вы в эфире. Алло, назовите себя, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Слава. Да, Слава. У меня вопрос, может ли Лукашенко называться батькой после того, что случилось? И второе, можно ли возбуждать уголовное дело против тех извергов, которые так себя хорошо проявили? Спасибо за ответ. Я вас сейчас... У нас есть еще... Давай мы примем еще один звонок сразу, чтобы человек долго не стоял. Запиши, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире, назовите себя, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Варвара. Да, вы знаете, я хотела просто вам выразить нашу солидарность с вашей борьбой, так сказать. И, знаете, будьте очень осторожны, не выпускайте вашего диктатора из страны. Это очень опасно, потому что... Ну, это просто из опыта Украины. Это хорошее желание, это очень трудно сделать этим людям. Это очень трудно это сделать, Варвара, потому что вам только что объяснил Виталий о том, что все силовые структуры, все властные рычаги находятся на настоящий момент не у тех миллионов людей, которым это не нравится. Они находятся в руках этого самого дядьки, который захочет, улетит. А, может, я не прав, Виталий. Итак, два вопроса. Первый вопрос. Можно ли после того, что произошло, называть Лукашенко батькой? И что можно сделать реально легально с точки зрения вот тех варвар, штатового варварства, которое присутствовало последние несколько дней? Смотрите, Слава Анатолий, значит, батька, это ему придумали политтехнологи, которые были так или иначе задействованы в этом процессе, это они придумали ему вот эту, вот это как бы почетную кличку, почетное прозвище, мянушку, как говорят по-белорусски. Они пустили его в народ для его популяризации, это было очень давно. Что же касается юридической стороны вопроса, то несмотря на то, что были убиты люди, были изнасилованы несовершеннолетние девочки, были искалечены люди, значит, против организаторов незаконных митингов сегодня, значит, сегодня возбуждено более 90 дел. Против силовиков, применивших такие методы к подавлению беспорядков ни одного. Не принимаются заявления и так далее, ни в одном из органов, которые ни следственный комитет, ни прокуратура, ни милиция не принимают заявления на эту тему. Виталий, я хочу тебе передать, вот сейчас наша общая подруга Элла Бампи, она сейчас находится на работе, она просила тебе написать, привет, Виталия, сказать, озвучить. Очень рада, что ты вышел на Чикагские радиопросторы, хотелось бы знать, что и как в Минске, не упущен ли момент, надеюсь, до встречи. Вот это тебе привет от Элла. Спасибо. Элинке передайте большой привет. Что касается момента, я хочу сказать следующее, что я хочу напомнить украинским нашим друзьям, что от начала, так сказать, волны протестов до бегства Януковича прошло три месяца. Так что не торопитесь. То есть ты видишь аналогию? Да. Я вижу аналогию. Славочка, можно я на одну секундочку отбегу? На одну секундочку, ладно? Давай, отбегай. На одну секундочку отбегу, сейчас мы поговорим про аналогию. Я хотел спросить, ну, отбегай, отбегай. Я просто аналогии, честно говоря, я не знаю ситуации в Украине, вот то, что было, когда пришел на Майдане и на протестных, так сказать, ожиданиях вышел Зеленский. Славочка, у нас есть два звонка, ты хочешь принять сейчас? Давай, давай, мы сейчас подожди, он, Виталий, мы можем поставить. Друзья, подождите, пожалуйста, сейчас Виталик отскочил, что-то у него там в Минске загорелось. Вот. Но, знаешь, мне пришла такая мысль, я вот его тоже спрошу об этом. Все-таки ситуация в Украине и в Белоруссии, наверное, несколько разная в том плане, что если мы слышим, что в Украине власть помогли взять олигархи, там, да, то есть там олигархические структуры, там, они какие-то там между собой, не знаю я ситуацию, мне трудно сказать, я поверхностно знаю, то, насколько я знаю, в Белоруссии таких олигархических структур нет. То есть там есть... У нас один олигарх, у нас в Белоруссии только один олигарх. Там есть богатые люди, правильно, Виталий, да? Да, да. Которые находятся вот под ним, которые там забрали людей, бизнесы, это я знаю, потому что у моих друзей просто пришли и сказали, так, это не твое уже, у тебя прибыль 250 тысяч долларов, значит, это уже не твое. Не нравится, три месяца в тюрьме, человек оттуда выходит, шелковый, ему уже не надо ни бизнес, ничего. Я знаю этих людей поименно. Вот. Но просто такое маленькое отступление было. Но в Белоруссии, на мой взгляд, нет таких олигархов и олигархических структур, как в Украине. Украина по своему государственному устройству все-таки это олигархат. Она таким была до Януковича, очень точно. А сейчас новое правительство пытается все-таки это поменять каким-то образом. Но вы же знаете, как тяжело олигархам расставаться с деньгами. Поэтому там этот процесс очень тяжелый и сложно идет. Но у нас, посмотрите, Слава, что касается Белоруссии. Ведь то, что происходит в Белоруссии, я имею в виду эти протесты, и то, как они проводятся, их надо изучать мировым, это вклад в мировой опыт протестов против действующей власти. За вот уже сколько, 12-13 дней протеста в Белоруссии не разбита ни одна витрина. Не сожжен ни один автомобиль. А? Не сожжен ни один автомобиль. Не сожжен ни один автомобиль. Автомобили разбивали силовики. Люди, когда становятся на скамейку, чтобы что-то сказать, они разуваются, Слава. Люди, когда проводят митинги и всякие массовые мероприятия, после этого убирают за собой мусор. Если они идут, мы видели, и останавливаются на красный свет, переходя дорогу. Но минчане всегда этим славились. Говорили, вы ненормальные, вы идиоты, никого нет, а вы стоите на красный свет. Идет толпа, и она становится на красный свет. Давай послушаем. У нас есть вопросы у наших слушателей. Добрый день. Вы в эфире. Назовите себя, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Юрий. Очень жалко, что происходит в Белоруссии. Не могу навестить свою маму. Вопрос такой. Не кажется ли вам, что какая-то моральная ответственность за все вот это вот, за беспредел президента нынешнего или так самозваного господина Лукашенко лежит и на Соединенных Штатах, в частности на секретаре Помпео и бывшем советнике Болтоне, которые навещали Лукашенко не так давно. Ну, вы, по-моему, одну минуточку. Вы, кажется, уже звонили по этому поводу. И я вам лично отвечал. Я не по этому. Я вам хочу спросить. Вы расскажите, как в колонны ОМОНовцев влезались по счету 18 машин. Вы расскажите о переломанных позвоночниках, ребят, военнослужащих из спецназа. Откуда вы берете эту информацию? Вы видео зайдите на YouTube и в другую сторону, посмотрите. Ну, хватит пропагандой-то заниматься. Выключай, отключай, отключай. Я не видел ни одного видео такого. Да, Виталий. Вот эта женщина, она не пропаганда, это правда. Несколько раз у нас есть только два случая, по-моему, два. Да, Volkswagen и BMW, я видел, есть два случая, когда, не выдержав того, что людей сбивают и убивают, они действительно машины сбивали ОМОНовцев. Я не знаю, сколько их сбито, 18 человек вряд ли. Я думаю, что человеком 3-4 пострадали. У этой девушки, видимо, нету родственников, которых месили. Значит, можно понять тех людей, которые, у которых, вот я видел сегодня видео, у него сына убили. И стоит человек под 60 лет, он говорит, моему сыну, он 87-го года рождения, они его убили. Я себе представляю, что этот человек может сесть в машину и поехать мерзавцев раздавить. Я бы так сделал, я бы так сделал. И я бы не лил слезы крокодили по мерзавцам, которые закрывают свои лица и месят людей и выпускают из этих, в больницах, что творится там. Вот вы лучше посмотрите на видео, которые показаны там. А вам ОМОНовцев жалко? Да они ряхи отъели там на лукашенсковских харчах. Скажи, Виталий, скажи, кто эти люди, вот кто эти ублюдки, которые стоят там, закрыв лица, и откуда они взялись вообще в Белоруссии? Я объяснение этому честно тебе скажу, не нахожу. Говорили, это Путин прислал, никакой Путин никого не прислал. То есть там нет российских войск? Нет, конечно, нет. Это еще один миф. Да, да, это чисто наше местное белорусское общество, вот так разделилось. Ходят разные, разные ходят в бросы, скажем так. Врачи говорят, что врачи, которые работали с ОМОНовцами, которые пострадали, тоже бывает, что пострадают в этих порядках, говорят, что врачи установили, что они все были накачаны амфетаминами. Второе, что говорят, это то, что они получают 300 долларов в день. А это, я думаю, и для Соединенных Штатов неплохие деньги, а для Белоруссии это фантастические деньги. Но это нулевая как бы ставка. А если он побьет журналиста, значит, он получает 2000 рублей, это почти 1000 долларов. Сейчас чуть меньше, скажем, долларов 700. Если он разобьет технику, еще журналисту, еще получает деньги и так далее, и так далее. Откуда деньги, Виталий? Откуда деньги? Деньги эти откуда? Ну, я думаю, так. Послушайте, Слав, ну, как откуда? Они есть у наших, власть-придержащих, эти деньги? Они есть. Я думаю, что там же ведь не только замешаны деньги Лукашенко, там же еще замешаны деньги людей, которые в этом тоже заинтересованы. Чтобы власть не поменялась. Но там, я думаю, понимаете еще что, Толя и Слава, я думаю, что тот вброс, который сказала командование этим людям, не весьма уже адекватным, что ни в каком случае они не понесут ответственности, понимаете? Карл Бланш, да. Да. Я думаю, что вот это явилось спусковым крючком. Более того, вчера, вчера, вчера Александр Григорьевич наградил всех силовиков, всех силовиков, отличившихся в подавлении беспорядков, как он это называет, они были отмечены и представлены к наградам. Ну, по поводу Соединенных Штатов я хочу сделать тут тоже. Мы как раз были там, когда мы были в Минске, это было как раз после того, как туда приехал бывший советник по национальной безопасности Болтон. Вот. Ну, так вот, ответить надо, сказать, что через много-много лет там, наконец, в Минске открылся консулат, потому что тот же Лукашенко ведь всех американцев лет 11 тому назад или 12 выгнал и закрыл. Там было посольство полномасштабное. Полноценное, да. Да, а после того, как приехал Болтон, как раз был открыт консулат, который, кстати говоря, я говорил в этом, меня, гражданина Соединенных Штатов, Виталий, меня туда не пустили. Почему? Я и, как это, в том анекдоте, я и паспорт показывал, по-английски разговаривал. Вот. И стоял какой-то парень, видимо, ну, хоть он хоть лица не закрывал с таким, говорящий на таком суржике, и сказал, что нельзя. Я говорю, позови начальника какого-нибудь, позови. Но меня в американское посольство, в консульство в Минске не пустили. Я хотел бумагу там подписать, племянника пригласить в гости. Вот. Ну, в общем, так что я не знаю, в чем могут обвинять Соединенные Штаты. Давайте ответим Юрию. Давай ответим. Юрий, ведь то, что ту политику, которую ведут по отношению к нашей небольшой стране, сильные страны, а это касается и Соединенных Штатов, которые я лично глубоко уважаю, и Евросоюза. Это политика, ну, сказать вам как бы прямым языком, нас предавали ни один, ни два и даже не десять раз. То есть, Лукашенко очень давно понял, как манипулировать и как разговаривать с Западом. Как только он что-нибудь сделает плохое в сторону России, тут же ему дают кредиты. Как только он что-нибудь плюнет в сторону Кремля, тут же получает снятие санкций тех или иных, и то, и другое. Как можно было. Все знают о том, насколько это режим, прямо скажем, диктаторский и абсолютно антидемократичный. Антинародный режим. Ну, ничего, ничего не мешало Меркель сюда приезжать. Ничего не мешало. Все приезжали сюда, приезжал и Помпеор, приезжал и Болтон, потому что мы стали разменной монетой в том противостоянии, которое сейчас происходит между Россией и цивилизованным миром. И Путин это понял, в смысле Путин, и Лукашенко это понял. Как только Путин пытается его там как-то урезонить и выставить в рамки, он тут же бежит на Запад. Как только Путин видит, что он бежит на Запад, он говорит, подожди, подожди, дам тебе денег. Он тут же возвращается. И тогда он же очень ловко всегда манипулировал вот именно вот этими геополитическими нитками дергал, за них тягал, которые, кто мы такие, Беларусь, маленькая страна, кому она нужна, кому она интересна. Кстати, я прошу прощения, я вас прерву буквально на секунду, Виталий. Это вот то, что вы сейчас сказали, это как раз ответ вот тому нашему радиослушателю, который спросил у вас, не лежит ли вина за то, что происходит на плечах Помпео и Трампа. Да, это, конечно, это я ответ Юрию, я же говорил, давайте Юрию ответим. Да, да. Вот это был ему ответ, конечно. Давайте примем еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте, я хотел... Назовите себя, пожалуйста, мы с анонимами не разговариваем. Скажите, пожалуйста, как вы... Это Яков. Яков, да, очень приятно. Слушаем вас. Мы говорим про Белоруссию, да? Да. Конечно, да. Мы не про Белоруссию, мы говорим с Белоруссией, мы говорим с Виталием Новиком, который находится в Минске сейчас и рассказывает нам с места событий. Да, вот я хотел спросить, не упущено ли время? Мне сдается, что есть такое впечатление, что когда были протестующие возле этого места, где все содержались заключенные, если бы еще поднажали, то могли бы добиться и освободить всех находящихся внутри здания. И тогда, может быть, это была бы точка, при которой... Каким образом, извините, я вас спрошу сейчас, вот вы говорите, поднажать, каким образом? Ну, было очень много людей там. То есть пойти, пойти, пойти живым щитом на пуле, на пуле пойти? Ведь в них бы стали стрелять. Понимаете, снимать тапочки и вставать на скамейку, наверное, это не тот метод, который надо применять с лукашенковскими спецназом. Да, спасибо большое. К сожалению, каждый мнит себя стратегом, ведя бой со стороны. Это давно уже известно. Виталий, ну, ответь, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Виталий, а есть ли какой-то выход у белорусских граждан на международный суд в ГАГе, допустим, суд по защите прав человека? Можно ли... Я думаю, что нет. Если это не... Если когда... Если режим будет сброшен и поменяется власть, тогда да. А если так сейчас писать в ГАГу, то... Я, кстати, этой процедурой интересовался. У меня там... Ну, ладно, да. У меня самого были там такие случаи. Один, вернее. И мне объяснили, что это займет годы. Годы. Да. Если какое-то частное лицо будет в ГАГу обращаться и так далее. Только когда, скажем, будет сменен режим, придет другая власть, люди будут арестованы, пристанут перед судом. И уже они будут решать, в ГАГу ли их отдавать или на месте, так сказать, принимать решение. Но частным порядком дойти до ГАГи – это очень долгий, длинный и невероятный путь. Я думаю, что единственный путь, который есть у нас – это продолжать забастовки и продолжать противостояние. Еще раз напомню, что Майдан украинский, который совсем не похож на наши протесты, который был более агрессивным, более жестким, более непримиривым. И у них это заняло три месяца. Вот с первого, когда разогнали студентов, и до тех пор, пока вышел миллион на Майдан, и до тех пор, когда Янукович сбежал в Россию, прошло три месяца. Три месяца. А это было каждый день. И в Украине это было все очень жестко. И жгли, и разбивали, и дрались, и так далее. Здесь же это происходит по-другому. И я думаю, что вот такой метод путем забастовок, стачек и противостояний вынуждает. Виталий, спасибо тебе большое. Мы очень рады слышать тебя в нашем городе. И, может быть, настанут лучшие времена, когда мы встретимся или здесь у нас, или там у вас с большим удовольствием. Ну, лучше здесь у нас. Ну, я бы с удовольствием, друзья, постричался бы здесь у нас. Я был бы в Америке, правда, только в Нью-Йорке. И этот город у меня произвел впечатление, конечно, ну, невероятным. Ну, теперь будешь еще и в Чикаго, дай бог. С удовольствием. Береги себя, пожалуйста. Передай привет всем знакомым, друзьям. И мы здесь, мы за вас переживаем. Мы вас поддерживаем, чем только можем. Обнимайте, дорогие. И вот эта поддержка очень нужна. Очень нужна стране нашей небольшой и борющейся. Любая поддержка. Спасибо вам огромное, Виталий. Будьте здоровы, будьте, да, и берегите себя и своих близких. Всего хорошего. Пока. Спасибо.